Беспилотники Армия Арцаха, она должна воевать, возвращать себе позиции. Дело в том, что идет просто война по всей линии соприкосновения. Настоящая война и погибает очень много людей. И это страшно. Как можно с этим жить, работать, спокойно идти, заниматься своими делами? Просто мы парализованы вот этой чудовищной вестью и чудовищными новостями, которые поступают оттуда. Потому что в 21 веке с таким развитием цивилизации, вроде бы, оказалось, все уже чуть-чуть поумнели. Оказывается, нет. Оказывается, варварские методы и методы, которые применялись в раннем Средневековье, они еще живы. Азербайджанская сторона говорит, что, ну послушайте, миллион беженцев, послушайте, ну семь регионов с 1994 года удерживаются. Говорили и там Мадридские, и Казанские соглашения, что эти семь регионов начнут возвращаться. Мы устали ждать за 30 лет. Мы хотим вернуть то, что наши, типа, все говорят, что Нагорный Карабах – это Азербайджан. Какая позиция армянского сообщества? Как армяне отвечают на эти претензии? Очень простая. Вы знаете, как, да, вот я просто вспомнил, как говорил, по-моему, Лев Николаевич Толстой, правда, она простая. Она не витиеватая и не сложная. Что бы ни было в прошлом, какие бы проблемы ни были, какие бы, казалось бы, неразрешимые, не создались обстоятельства, всегда все можно решить мирным путем, всегда любую проблему. При этом достаточно желания двух сторон. Я не военный эксперт и не политик, и не дипломат, и лезть во всякие, значит, подробности не могу и не хочу. Я некомпетентен в этом. Человек должен иметь смелость признавать, что он в чем-то некомпетентен. Но я знаю одно точно. Как человек, просто как цивилизованный человек, обо всем всегда можно договориться. Только мирным путем. Иначе будут гибнуть люди, и умирать дети, и солдаты, и молодые парни. Ради чего? Ни одна цель на земле, ни один клочок земли не стоит жизни одного ребенка. Нельзя воевать с такой ожесточенностью и бомбить мирные города, зная, что можно и дальше продолжить переговоры. Не получается год, два, пять лет устали, садитесь, закройтесь в каком-то помещении, привлеките международных экспертов, не выходите оттуда, пока о чем-то не договоритесь. Этот вопрос и для меня, и для всех армян это уже очевидно, что надо закрывать раз и навсегда, решать, приходить к компромиссам. Конечно же, это вопрос компромиссов. Обе стороны должны пойти на уступки, чтобы пойти друг другу навстречу. Во-первых, нужны контакты для этого. Но прежде всего сейчас надо остановить войну, перестать стрелять друг в друга, перестать убивать, чтобы начать договориться. Это война между кем и кем? Потому что многие наши слушатели, они не очень хорошо понимают. Во-первых, это война в 80 километрах от границы с Россией. Что очень тревожно и для России. И россияне должны понимать, что 80 километров это ничего. Это практически война на границе с Россией. Даже не в 80 километрах. Это война на границе с Россией. И сегодняшняя ситуация в мире, она вся идет к тому, что дестабилизируются ситуации и области, которые сопределены с Российской Федерацией. И то, что в Белоруссии происходит, то, что в Армении. И как-то странно вдруг начало это все вспыхивать. В Киргизии, в еще одной стране, которая представляет организацию ОДКБ. То есть это попытка еще одна, уже такая явная, дестабилизировать ситуацию и в самой России. Перекинуть войну на ее территорию с этими террористами и так далее. Я еще раз говорю, я не эксперт, но это просто видно уже невооруженным взглядом. Отвечаем на ваш вопрос, чья это война и война кого с кем. Вот представьте, Арцах, так называемый Нагорный Карабах, веками, тысячелетиями был заселен армянами. Говорить можно все, что угодно, потому что у азербайджанской стороны свои представления об этих процессах, у армянской стороны свои представления. Тут дело такое, я тоже могу говорить все, что угодно. Но есть факты против таблицы умножения. Не надо же применять какие-то аналитические методы и спрашивать у всех мнение, а что вы думаете о таблице умножения. Вот она есть таблица умножения? Есть. То же самое с Арцахом. Армяне населяют эти земли с незапамятных времен. Как это доказать? Очень просто. Армянские церкви стоят там с раннего Средневековья. А чтобы церковь стояла на какой-то земле, народ, который живет в горах, вы представляете, какие это сложные рельефные условия? Эти церкви надо построить из камней и содержать их, и ходить туда. А церквей на горном Карабахе, в Арцахе армянских, великое множество. Это, можно сказать, духовный центр армян. Там огромное количество церквей, построенных еще, начиная с 5-6 века нашей эры до сегодняшних дней. Если бы армяне не населяли эти территории, то откуда появились эти церкви? Ведь церкви для армян, армянская церковь, это центр научных знаний, центр жизни, в те времена особенно, когда не было крупных городов и так далее. Давайте я заодно покажу сейчас нашим зрителям. Это Гонзасар, это XIII век. Это совершенно потрясающий монастырь, и когда будет, если возможно, у кого быть в Арцахе, это место, которое надо посетить обязательно, это место удивительной силы. Дай Бог, чтобы воцарился мир, и всех приглашаем, конечно. И таких церквей великое множество, и вы тоже не понаслышке об этом знаете, Владимир Рудольфович. Там, где есть армянские церкви в таком большом количестве, они живое доказательство того, что там армяне жили всегда. И сейчас там живут армяне. И эти люди находятся у себя дома. И на вопрос, чья война, с кем, вот если ты сидишь дома, тебе приходят с оружием и говорят, эти земли наши, ты вынужден обороняться. Это чья война? Это война кого против, кто против кого воюет? Просто очень важно, что это даже не война Азербайджана с Карабахом, потому что там уже участвует Турция, судя по всему, в полный рост. По крайней мере, с заявлением о том, что сказал вчера Сергей Евгеньевич Нарышкин, что перебрасываются террористы из Джабхата Нусры, а это, в общем, люди, которые до этого воевали и в Игиле, и в Аль-Каиде. Это уже международный терроризм, с которым мы обязаны бороться повсюду. Много пишут, но ведь, типа, почему тогда Пашинян не обратится к России как надо и напоминает, что у Пашиняна и его команда вначале была крайне антироссийская риторика. Значит, я еще раз хочу подчеркнуть, что я некомпетентен в формулировках. И сейчас вопрос не личных позиций политиков, да. Я хочу сказать о следующем. 99,9% населения Республики Армения, я говорю это как человек, который знает этих людей, знаю их настроение и знаю их менталитет. Несмотря ни на что, несмотря на то, что это какие-то вбросы информации, какие-то фейковые новости, армяне всегда всей душой за Россию. И за россиян, и за русских. Вы сами знаете, как, начиная на уровне туризма, вы спросите у любого русского человека или россиянина, который посещал когда-нибудь Армению, любой город в Армении, и начиная от пограничников и заканчивая вот самыми обычными людьми, как к ним относятся по умолчанию. Неважно в какой период, неважно Армения там находится в опасности в этот момент или просто процветающие какие-то периоды процветания в стране. На уровне ДНК, даже уже можно так сказать, на уровне ДНК, любовь к России, уважение к России и братские чувства. Вне зависимости от каких-то обстоятельств. В этом есть большая правда. Мне просто еще кажется, Горик Юрьевич, что нашим необходимо понять многим гражданам, что национальные интересы, в том числе и России, они надо учитывать в каждом конфликте. Национальные интересы России однозначно в том, чтобы выполнять свои союзнические обязательства по отношению к государству Армении. А если говорить об историческом обязательстве, то именно великий русский народ в свое время взял на себя обязательства о защите великого армянского народа. Напомню, это первый христианский народ, который принял христианство как государственную религию. Не случайно четверть Иерусалима, армянский квартал. Армяне всегда помнят об этом. И позор тому армянину, который забыл об этом. Тот, кто забыл помощь великого русского народа и все, что для нас сделали русские и Россия. Это неприемлемо. Такие люди, видимо, есть. Их, к большому моему счастью, ничтожно маленькое количество. Подавляющее большинство армян считают Россию братской страной. В любом случае. Спасибо большое. И то, что касается, да. Да, к сожалению, нам много вопросов. Давайте. Десять секунд. Про то, что армяне первыми приняли христианство. Я не зря сказал про церковь в Нагорном Карабахе, в Арцахе. Я хочу сказать, что до армян, конечно, там жили люди. Но тогда это были, видимо, родоплеменные какие-то отношения. А до этого были динозавры. Поэтому, если кроме армян кто-то претендует на эту землю, то, наверное, динозавры только. Вот если они вдруг воскреснут и придут и скажут, что это наша земля, это будет хоть как-то логически обоснованно. Вот и все. Я думаю, что все за мир и все хотят, чтобы война была остановлена максимально быстро. Сейчас мы ненадолго прервемся, потом продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok